Надежность или престиж? Цена или качество? Скорость или проходимость? При выборе новой машины этими вопросами задается абсолютно каждый автолюбитель. Одни экономят, выбирая отечественный автопром, а другие предпочитают хоть поддержанную, но все-таки иномарку. Так что же все-таки лучше брать? Попробуем разобраться сегодня. Это проект «Тачка с правом передачи» и я, Алина Полянских. Сегодня в программе. Ровно на сутки герои программы обменяются ключами от своих автомобилей. Поклонник отечественного автопрома Дмитрий сядет за руль бумера из лихих 90-х, а стереога Алексей получит ключи от красной Нивы «Шевроле». Вы узнаете, откуда в BMW «Стразы» и зачем машине ангельские глазки, кто сегодня покупает Ниву и какие плюсы у отечественного автомобиля. А также, кто одержит победу – старый немец или новый русский. Смотрите далее в проекте «Тачка с правом передачи». Время знакомства с нашим первым героем. Привет, Лёв. Салют, Алина. Алексей, 26 лет. За рулем чуть больше 8. Любитель зарубежного раритета. Алексей уверен, что реабилитировать можно абсолютно любую машину. Парень мечтает мчать по калифорнийскому побережью на легендарном Кадилла-Кальдорадо. А пока его выбор BMW 99-го года выпуска. Машина, которую он ласково называет «детка». Это была какая-то мечта с самого детства. Вау, поездить на BMW, почему бы и нет? А когда я уже вкусил вкус, именно это «вкусил вкус», действительно понял, что BMW – это классная тачка, она очень удобная, очень комфортная, то я ее ни на что не хочу менять. Ну, рассказывай тогда, куда ты ездишь на своем супер-ретро-автомобиле. Слушай, я на ней, на самом деле, объездил полстраны. Я ездил и на юг, и в Сибири, и на севере. То есть, где только не был. Она мне никогда не подводила, и дело в том, что в ней действительно комфортно. С какого года эта машина? 99-го. А ты ее покупал? За деньги. В каком году ты ее купил? Я на ней езжу третий год, поэтому почти... То есть, ты взял 13-летнюю машину? Да. Ты серьезно? А как же все вот эти страхи поддержанных автомобилей, знаешь? Какие страхи? А вдруг завтра засломается эйпа, заскрипит вот то, отвалится пятое, а я больше в нее вложу, чем в патрук, ну, понимаешь? Так оно и есть. Да? Только никому не говори. Не скажешь по ней, что она тюненная, но все, что об внутренности для меня, которые необходимы, это я очень много поменял. Конечно. За сколько взяла я? За 400 рублей. Для тех, кто не в курсе, 400 тысяч рублей. Ну, а есть все-таки что-то, что тебе не нравится в этой машине? Что мне не нравится? А, пойдем покажу. Всем известно, да, что все девочки любят бумеров за ангельские глазки, да? Что? Ты не знаешь, что такое ангельские глазки? Нет. Я тебе расскажу. Может быть, они девочки? Так, окей. Все девочки любят бумеров за ангельские глазки. Поехали. Ангельские глазки – это такие колечки, которые светятся в темноте. Я тебе потом покажу. Ну, ты мне расскажи, ты на чем хотел бы поездить? Что хотел бы попробовать? Если честно, я хотел бы поездить на мотоцикле, а что приедет сейчас, я не знаю. Я тебя поняла. Я пойду знакомиться с нашим вторым героем, а с тобой увидимся на площадке. Давай, до встречи. Знакомьтесь, наш второй герой. Привет, Дим. Привет, Алин. Ты такой бравый рейнджер. Дмитрий, 27 лет. За рулем с 19. Автомобили Дима выбирает по себе. Большие и яркие, но без наворотов. Запредельная мечта парня – втопить где-нибудь на бездорожье Подмосковье на угловатом Land Rover Defender. Ну, а пока его выбор – скромная лошадка от отечественного производителя. Chevrolet Niva. Машина, которую Дима ласково называет «черепашка». Переезды через паханые поля, заезды, я не знаю, на природу с вытаскиванием седанов. Все это может этот автомобиль. А ты такой вот сразу по тебе видишь. Дровосец. Гитара, дач, барс. Вот это как здорово, что все вы... Были случаи, когда ты думала, что все, сейчас здесь останешься и застрянешься, она все равно прошла. Такое было редко, но самое, наверное, это после дождя перепаханное поле проехал. Грязный был как черт, конечно, но тем не менее. Свет, кстати, у меня тоже вопрос к цвету. Красная, не в «Шевроле». Мне кажется, это очень подсвечный выбор. Это элемент стиля. А, элемент стиля? А за сколько ты ее взял? Слушай, я не могу точно вспомнить. Ну, где-то в районе 500-150 тысяч. Что особенного? Да, в принципе, почти ничего. Ну, вот только две коробки передач, два рычага. Ого. Ой, как пахнет, сейчас, на тебя. Садись. А зачем два рычага? Ну, машина полный привод, правильно? А ты же говоришь, он неотключаемый. Неотключаемый. Ну, передний рычаг на передние колеса, задний на задние. Да ладно, я шучу. Это блокировка дифференциала и пониженная передача. Такой, ой, да ладно, я шучу, это блокировка дифференциала. Конечно, конечно. Теперь все ясно. Это просто блокировка дифференциала. Какой-то реально вездеход. Вездеход. Российского производства. На чем хотел бы поездить? Чирокия с РТ-8, РЭМ. Я тебя поняла, Дим. Я постараюсь. Увидимся на площадке. Окей. В программе «Тачка с правом передачи» мы не сравниваем автомобили. Не пытаемся разобраться в том, что лучше, а что хуже. Мы просто даем каждому автолюбителю шанс попробовать что-то неординарное или, может быть, абсолютно новое. Ну что, обменяемся автомобилями. Интересно, понравится ли героям наш сегодняшний выбор? Да. Привет, привет. Леша. Дима. Ну что, смотри. На самом деле, я думаю, что не менее ангельские глазки. Ну что-то в них же есть, да? Ну да, с виду прям божий ангелочек, да. Это, конечно, не самосвал, не трактор и не мотоцикл. Ну я понимаю, что ты постаралась. Ну что, протестим. Ну это тоже экзотика. Дим. Да. Чистопородный немец. Угу. Старенькая немножко. Но ты же как бар должен оценить эту историю. Да, обязательно, обязательно. Я думаю, у тебя получится найти физик с этой машиной, глядишь, и понравится. Попробую. Леша, у тебя будет душевное потрясение, я думаю, когда ты окажешься в салоне этой Нивы. Во всяком случае, я опешил. Какие последние наставления друг с другом у вас есть? На скорости резко руль не поворачивай. Угу. У меня ничего особенного. Правда, ручник не работает. Печаль. Еще левая дверь пассажирская не открывается. И с первой аккуратненько трогайся. Ну и как мне с этим теперь жить? Я думаю, ты разберешься. Все, готово? Ребят, я желаю вам хорошего, интересного дня. Надеюсь, вам понравится наш эксперимент. По машинам. Поехали. Да, ну, шевик как шевик. Шевик, черри. Не знаю, о чем говорила Алина, но фары вообще ни разу не ангельские. Видок-то у нее тоже, извините меня, няленький цветочек. С виду все очень достаточно лаконично. Посмотрим, что внутри. Да. Слушайте, вот я не знаю, как 20 лет назад делали удобные кресла. То есть абсолютно неудобные. То же самое и сейчас. Отечественный автопром, что сказать? Дроволед и есть дроволед. Шевроле Нива. Этот недорогой внедорожник сегодня без преувеличения можно назвать по-настоящему народным автомобилем. В самых дальних уголках страны, в самых трудных условиях, за рулем российской Нивы Шевроле вы всегда достигнете цели вашего путешествия. Практичность, комфорт и надежность. Вот три основных составляющих этого скромного внедорожника. Само собой, ничего неудобно. То есть все какое-то громоздкое, непонятные кнопочки. Вот это вот эта кнопочка или это не кнопочка. Что? Самое главное, что, посмотри, чисто. Это говорит о том, что хозяин, хозяин молодец. А может быть, просто готовился к встрече с тобой? Оп. Может быть. Либо готовился к встрече с какими-нибудь непонятными испытаниями. Потому что я говорю, вот эти атрибуты, они... Инструменты все-таки везде. Как и в первой моей машине. Это был москвич, то есть там запас деталей обязательно в багажнике. Все остальное вот здесь, чтобы пока едешь, вот так по ходу подкручиваешь, что-то чинишь. Едешь, чинишь, положил обратно. Это серьезно. Я думал, что придется мне сидеть как-то вот так, я не знаю, как в тракторе. А тут же можно вальяжное как-нибудь еще вот откинуть назад. Носинку так откинуться назад. Ну и, наверное, кататься по бездорожью. Проверим. Ты смекнул, зачем тебе два здесь рычага переключения? Честно, Википедия мне в помощь, потому что я не понимаю, что это такое, для чего это нужно. Я предлагаю уже, давай тогда заведем, послушаем. Оценим ее как машину. Оп, завелась. Рычит громче, чем твоя? Рычит. Звучит, но толку с этого никакого. Мы еще выполняем пару заданий, а потом уже поедем в город. Отлично. Абсолютно отечественный автопром, да. Три ААА, вот это в голове у меня так, аааа, абсолютно отечественный автопром. Вроде мягко, ноге немного тесно. Непривычно, низко слишком. О, стразы. Прикольно. У них диска шара тут нет нигде? Нет, к сожалению, нет. БМВ. Эти немецкие автомобили стали особенно популярны в конце 90-х. В те годы каждый уважающий себя владелец малинового пиджака стоял перед серьезным выбором. Что лучше, белый Мерседес или черный Бумер? Эти споры продолжаются по сей день. Но в одном все сходятся. Иномарка, пусть даже 20-летний, всегда надежнее русского ваза. Тим, ну ты-то здесь как? Ну я здесь как? Мне, честно говоря, немного низко-тесновато. А в целом нормально. Ну, ножка упирается. Да Леша гламурный тип. Все в странах. Да, я уже заметил. Любовь к камням, к черным камням, она далеко не говорит о том, что ты не мужчина. Естественно, я не самых туда лепил. Да, я самых туда налепил. Я люблю черные камни. Что нравится? Ты сел, твое первое впечатление. Я сел на удобное кресло. Передо мной большой руль. О-о-о. Что? Где мои маракасы, бим? Ну-ка, подожди. Ты не влезешь? Да я попробую влезть. Так, ну-ка. Ну что-то ты знаешь, мне совсем стало тесно в голове. Я как-то упираюсь. Слушай, ну вот так вот водить как-то не особо хорошо. А, я думаю, надо ехать вот так. Слушай, ну... Ну, кто-то возит, я не знаю, фуражку полицейскую, кто-то вот шляпку. А кто-то... Ну что, давай к делу, попробуем завестись. На старт, внимание, марш. Марш. А как тебе звук? Что-то тихо. Бумер должен орать, рычать. Ну, попробуй порычи. Вау. Ну, что-то кота так. Ну, может быть, так и должно быть на БМВ, бог знает. Дим, давай тогда ты продолжишь привыкать. Я тебе еще предложу выполнить несколько заданий. И уже только после мы поедем в город. Давай попробуем.